Валентина Кляйн. Кредиты и долги. Серия деньги. Ступень третья. Применение методов пустого стула и ДПДГ. Текст читает Анна Шохова. Введение. Взять сейчас кредит и сделать рывок в развитии или всё-таки не стоит? Цель книги. Навести порядок в душе и избавиться от эмоционального мусора именно в теме долгов и кредитов. Данная книга является ступенью номер три серии «Деньги» марафона «Сам себе психолог». Ступень номер два. Иммунитет к критике. Ступень номер один. Деньги фрилансера. Здесь, в виде диалогов между психологом и клиентом, приведены истории о кредитах, финансах. Описаны феномен шопоголизма, анеомания с психологического, юридического и психиатрического ракурсов. А также финансовые и психологические ловушки, особенности долгов между родственниками. Основные описаны в книге рабочие инструменты. ДПДГ. Дессенсибилизация и переработка движением глаз. Фрэнсин Шапира. Метод пустого стула. Конкретно для тем долгов, кредитов, кредитных карт, займов. Книга подходит как заемщикам, так и кредиторам, нынешним и бывшим. А также всем, кому интересны темы личных финансов, богатства, успеха, финансового мышления, саморазвития, психологии денег. Также оформлены две рабочие тетради. Обнуляем эмоции о долгах и считаем долги и бюджет, которые продаются отдельно. Все имена и цифры изменены. Глава первая. Определяем, на каком финансовом уровне мы сейчас находимся. Яма, ноль или подушка. История Тимура. Тимур. Я смотрел много ваших видеороликов на ютубе и решил обратиться за консультацией. И еще вы несколько лет назад покупали в моем магазине межкомнатные двери. Хотя, наверное, вы сами этого не помните. Валентина. Про двери, кажется, припоминаю. Хорошо, Тимур. Мне обращаться на ты или на вы? Тимур. Можно на ты? Валентина. Отлично. Меня тоже желательно на ты. Есть идеи, как начать консультацию? Ты бы хотел, чтобы я начала разговор? Или же ты начнешь? Тимур. Да. Я думал об этом несколько дней, что именно я буду рассказывать на консультации. Так сказать, репетировал свою речь. Тимур ухмыльнулся, словно пытаясь за улыбкой скрыть свое смущение. Валентина. Да. Все люди так обычно делают. Прокручивают свой внутренний диалог внутри себя, круг за кругом. И не только будущие, но и прошлые диалоги тоже. Я тебя слушаю. Почему ты решил обратиться к психологу? Тимур. Да, я сам толком не могу четко сформулировать. Я словно топчусь на месте. Хочу двигаться вперед, но не получается. Вроде бы все в порядке, а иногда кажется, что все достало и все идет не так, как надо. Я не могу выделить какого-то одного конкретного вопроса. Валентина. Да, Тимур. Это нормально, когда сам себе варишься, то действительно не удается разложить по полочкам, в чем проблема. Давай я задам для начала поверхностные социальные вопросы, чтобы мне примерно понимать основные координаты твоей жизни. Сколько тебе лет? Есть ли у тебя семья? Или встречаешься ли ты с кем-либо? С кем ты живешь, работаешь? Чем именно занимаешься? Тимур. Мне 37 лет. Я не женат, детей нет. Живем мы с братом и сестрой, а также с родителями. У меня бизнес, свой магазин дверей. Я встречаюсь иногда с женщинами, но постоянных отношений на данный момент нет. Валентина. Хорошо. Представь, что у тебя есть пять рюкзаков на спине. Взвесь сейчас, какой из них самый тяжелый. Какой на тебя давит эмоционально сильнее всего. Смотрите рисунок номер один в файле дополнительные материалы. Один рюкзак называется «Я не женат, и у меня нет на данный момент постоянных отношений». Второй рюкзак называется «Нет детей». Третий рюкзак называется «Я живу с братом и сестрой». Четвертый «Я живу с родителями». Пятый «У меня свой бизнес, магазин дверей». Какой из этих рюкзаков не дает тебе развиваться, не дает двигаться вперед, давит на тебя, и ты топчешься на месте? Тимур «Мы постоянно ругаемся с отцом. Он вечно ко мне придирается, регулярно возникают какие-то скандалы из-за ничего». Валентина. На какую тему обычно эти скандалы с отцом? Тимур. Да на любую. Иногда мне кажется, что мы уже ненавидим друг друга. Валентина. Хорошо, понимаю. А как случилось, что ты сейчас, в 37 лет, живешь с отцом? Тимур. У меня нет другого жилья, поэтому я живу с ним. Валентина. Представь, что есть гнездо, и в нем живут птички. Когда птенец вырастает, а уж тем более, если взрослых птенцов трое, то они становятся настолько крупными, что просто вываливаются из этого гнезда. И старшие птички не просто должны, а обязаны выпихнуть из него младших подросших птенцов. Смотрите рисунок номер 2 в файле «Дополнительные материалы». Иначе гнездо развалится на части. Это нормально, что твой отец пытается тебя вытеснить из его собственного дома. Что ты об этом думаешь? Тимур. Я бы, конечно, может, и хотел жить отдельно. Но где? Валентина. Тогда основной акцент проблем переключается с отношений с отцом на отсутствие собственного жилья. То есть денег. Правильно я тебя понимаю? Или нет? Тимур. Да нет, у меня нет проблем с деньгами. У меня свой бизнес, много клиентов. Я могу позволить себе делать женщинам дорогие подарки. Из-за этого, кстати, с отцом мы тоже часто ругаемся. Валентина. Хорошо. У тебя нет проблем с деньгами. Я тебя услышала. Давай пойдем с другой стороны. Определи сейчас по схеме, где ты находишься. Представь, что есть три уровня финансового положения. Смотрите рисунок номер три в файле «Дополнительные материалы». Первый уровень. Яма. Когда у человека есть хотя бы один любой долг. Кредит, задолженность, займ, рассрочка, непогашенные исполнительные листы, вытащенные деньги с кредитной карты и тому подобное. У этого человека есть финансовые проблемы, и они серьезные. Второй уровень. Ноль. Долгов уже нет никаких, но и собственного имущества, накоплений тоже пока нет. Этот человек уже сидит не в яме, уже на ровном уровне земли. У такого человека нет особых финансовых катастроф, но состояние очень зыбкое, неустойчивое, шаткое. Только ветер дунет и может свалиться в яму. Третий уровень. Подушка безопасности. Есть свое жилье, возможно, собственное средство передвижения, и точно есть неприкосновенный финансовый запас хотя бы на полгода. Высоко сижу, далеко гляжу – это хорошее, устойчивое финансовое положение. Где ты сейчас находишься? На каком финансовом уровне? Есть ли у тебя долги, кредиты и тому подобное? Тимур. Да, я должен людям за их двери авансы. Я беру предоплату, потом заказываю двери у разных поставщиков по России. И через несколько недель отдаю клиентам их товар. Беспрерывно крутятся сотни дверей. И все они на разных стадиях цикла доставки. У меня постоянно возникает ситуация, что я истратил деньги и могу заказать у поставщика, только если придет новый покупатель и внесет аванс. И только на этот аванс я могу купить предыдущему покупателю его дверь. Валентина, как долго это продолжается? Если у тебя бухгалтер или, может быть, ты сам ведешь все цифры, знаешь ли ты сумму своих долгов? Тимур. У меня есть бухгалтер, который подает какие-то там отчеты в налоговую. Но эти цифры не имеют отношения к моим реальным задолженностям. Ну, я так примерно знаю. Миллионов, может, пять или семь у меня нехватка. Может, больше, может, меньше. Да это вообще нереально посчитать. Цифры крутятся беспрерывно. Приходят новые покупатели каждый день, приносят в магазин авансы. Каждый день кому-то выдаются двери и принимаются остатки оплат. Каждый день я выплачиваю зарплату продавцам, оплачиваю транспортные расходы, аренду, рекламу. Это сотни и сотни цифр. Валентина. Тимур. Сегодня в начале разговора ты сказал, что топчешься на месте и не можешь развиваться. Но не знаешь почему. Может быть, причина именно в этом, в отсутствии управленческой бухгалтерии? Тимур. Да у меня нет проблем с деньгами. Валентина. Хорошо. У тебя нет проблем с деньгами. Может быть, тогда ты хотел бы на консультации обсудить какую-то другую тему. Здоровье. Отношения с женщинами. Рабочие отношения. Братья, сестры. Или еще какую-то. Тимур. Да клиенты иногда выносят мне мозг. Было несколько раз, что из-за длительной задержки дверей ко мне приходили с разборками даже бандиты. Мы, конечно, быстро все урегулировали, но осадок остался очень гадкий и неприятно думать, что это может повториться. С матерью меня отношения тоже напрягают. Она все время обижается на меня. Иногда даже плачет. Она все ждет, чтобы я начал ей помогать. А мне же самому на ноги надо встать. Хотя я, конечно, понимаю, что ей тяжело. Чтобы постираться, ей нужно с улицы ведрами занести воду в дом. У нас дом старенький, деревянный, и все удобства, в том числе вода, есть только на улице. Валентина. То есть у тебя сейчас долгов около 6 миллионов рублей, и при этом у тебя вода на улице, и туалет тоже на улице. И ты не провел воду в дом, чтобы мать стирала твои вещи, и не сделал в доме туалет. Правильно я тебя сейчас услышала? Тимур. Да. Если я буду вкладывать деньги в этот дом, то моему бизнесу будет еще тяжелее. Тем более я не собираюсь здесь вечно жить. Валентина. Тимур. Ты замечаешь, что ты снова подходишь к теме денег. Однако изо всех сил стараешься не смотреть в эту сторону и сделать вид, что у тебя этой проблемы с деньгами и долгами нет. Тимур. Я считаю эту ситуацию стандартной для любого бизнеса. Я так уже 8 лет живу и привык к этому. Валентина. Я тебе описала три уровня финансового положения. На каком уровне ты сейчас? Определи сам для себя. Тимур. Ну, если по твоей классификации, то выходит, что я сижу в яме. Хотя нет, не согласен. Ведь у меня есть машина, есть магазины, есть торговое оборудование, товар. А это уже подушка безопасности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.